Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня мы с вами разберем матчи итогового теннисного турнира в Лондоне, где встречаются между собой Даниил Медведев и Диего Шварцман. Свою ставку в этом матче я уже сделал в букмекерской конторе Мелбет, ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии, также по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы можете получить плюс 100% бонус к первому дополнению, введя его при регистрации. Теперь, друзья, давайте перейдем к самому матчу. Даниил Медведев выходит с первого места, и уже никто не сможет ему в этом помешать. Диего же точно вылетает с этого турнира, и у него нет никаких шансов изменить эту ситуацию. Может показаться, что для обоих теннисистов этот матч ничего не значит, однако стоит отметить, что для Диего Шварцмана это первый итоговый турнир, и он однозначно захочет добыть на нем свою первую победу. Что же касается Дани, то ему этот матч не нужен, так как уже ровно через сутки у него будет тяжелый матч в полуфинале. Как отмечают многие его соперники, Даня очень умный теннисист. Я уверен, что он поступит мудро и не будет тратить очень много сил в этом матче. Да, несомненно, Медведев очень хорошо подготовился к итоговому турниру, но я не думаю, что он станет попусту тратить свои силы перед таким важным матчем. Что же касается Диего, то этот парень не из тех, кто будет просто играть, сдаваться или еще что-то в этом роде. Очень хочется отметить, что Шварцман в каждом розыгрыше играет до самого конца и никогда не встает раньше времени. В матче с Джоковичем он умудрился даже брейкануть и повести в счете в первом сете, однако не смог удержать своего преимущества и по итогу, к сожалению, отдал. В матче со Зверевым он также показал свой характер. По ходу второго сета, проигрывая с брейком, он смог взять 4 гейма к ряду, тем самым провернув ситуацию в свою пользу и победил в нем. Да, во всех личных встречах, конечно, Медведев был сильнее. За 5 поединков Шварцман смог забрать всего лишь один сет. Однако в сегодняшнем матче абсолютно другая ситуация. Будут встречаться мотивированный и немотивированный теннисист. И лично я в этом матче хочу отдать свое предпочтение именно тому теннисисту, который в нем мотивировал. Поэтому моей ставкой в этом матче будет победа Диего Шварцмана с учетом форы плюс 5,5. Это, друзья, мой основной прогноз. Сейчас вы увидите его на экране. Но также я хочу вам предложить еще один прогноз. Но он, ребята, рискованный. Я хочу сказать об этом сразу. И на него я вам не рекомендую ставить больше 2-3% от вашего банка. Это победа Шварцмана с шикарным коэффициентом 4,80. Да, ребята, это довольно рискованный прогноз. Но, учитывая, какой предлагает букмекер коэффициент, этот риск, на мой взгляд, оправдан. Но, как я уже сказал, больше 3% я вам ставить не рекомендую. Я же еще раз во всем напомню, что все свои ставки я делаю исключительно в букмекерской конторе MLBet. Ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной моей ставки. А если же хотите получать больше прогнозов как по линии, так и в лайве, то переходите на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну а с вами был Артур Романов, это были мои прогнозы на сегодня. Всем удачи, всем пока.